Сегодня я хотел бы подвести предварительные итоги ребаланса, с момента вывода которого прошла уже почти одна неделя. В целом, динамика движения проекта положительная. Об этом нам говорит показатель суточной активности игроков, а также многочисленная статистика, которую мы анализируем каждый день. Эти факты, несомненно, радуют меня и всех моих коллег, потому что в ребаланс мы вложили очень много сил, эмоций и времени. Однако я не хотел бы обходить стороной тот факт, что некоторые танкисты все же недовольны ребалансом. Я вижу две причины этого недовольства. Первая причина скрывается в том, что некоторые танкисты еще ничего не купили в своем гараже, а уже делают преждевременные выводы о ребалансе. Этим людям я бы очень хотел порекомендовать, во-первых, сходить в гараж, во-вторых, сходить в битвы и посмотреть, что же происходит в них. И что же они увидят в битвах? А в принципе то, о чем я и говорил месяц назад. В списке битв появились карты, которые раньше никто не замечал, а в самих битвах появились пушки и корпуса, которые до этого просто пылились в гаражах танкистов. Опыты и наблюдения показали, что выбирая абсолютно любой комплект пушки и корпуса, игрок может участвовать в битвах и выигрывать их. Нужно лишь умение. Вторая проблема — это несогласие с новыми ценами. Давайте посмотрим. Раньше на 17 звании вы получали доступ к вооружению, которое стоило примерно 20 тысяч кристаллов. Теперь же на этом звании вам доступны пушки и корпуса, которые не превышают по стоимости 8 тысяч кристаллов. На последующих званиях вы продолжаете зарабатывать кристаллы и открывать для себя более дорогое и сильное вооружение, на которое вам, разумеется, хватит кристаллов к высоким званиям, где оно будет доступно. Как уже было обозначено до этого, ребаланс — это всего лишь своеобразный фундамент, который закладывается для того, чтобы развивать проект дальше. Мы планируем и обсуждаем ввод новых пушек и корпусов в игру уже в следующем году. Нам хотелось бы реализовать систему микропрокачек, а также вывести новый интерфейс и многие другие вещи. Все это должно поднять Танки Онлайн на совершенно другой уровень игры. Когда в игре проходил тот самый ребаланс, все М3 вооружения переехали с 15 звания на 27. Из-за этого игроки не могли получить такие же пушки и корпуса, как и до ребаланса. Все вооружение стало значительно медленнее и слабее. Я прекрасно помню этот момент. Я тогда был бригадиром. Неважно, сколько кристаллов нам вернули тогда при обнулении гаражей, я не мог получить самое важное — тот самый свой танк обратно. Тогда для меня и многих других это убило всю игру. Так что в этот раз мы сохранили параметры на прежнем уровне, пожертвовав всем остальным. Что же касается опасений за баланс игры и зараннего доступа к поздним модификациям, то здесь есть один важный момент. До ребаланса вы могли получить максимально мощный танк на Уоррент-Офицере 5. После ребаланса некоторые комплекты давали такой же ранний доступ. Сейчас в некоторых случаях МК-7 можно получить на этом же звании. Вот только текущий МК-7 отличается от МК-1 по основным параметрам урона и защиты всего в два раза. В то время как М3 второй линейки отличались от М0 первой линейки в три раза. Это значительно менее слабый удар по балансу игры, чем кажется. Субтитры создавал DimaTorzok